ИКОТКА Икотка. Это загадочное явление медики и этнографы изучают уже 200 лет. Но до сих пор никто не смог дать убедительного объяснения феномену. С её помощью можно предсказать будущее и найти пропавших людей. ИКОТНИЦЫ. Именно так называют женщин, которые обладают этим, даже не знаю, как определить, даром или проклятием. Впрочем, судите сами. Сейчас вы познакомитесь с ИКОТНИЦей. Наша группа побывала в Пермском крае. Это удивительный материал. Найти в селе Малая Серва дом пенсионерки Анны Чакилевой легко. У её ворот с утра до вечера многолюдно. Приходят сельчане, приезжают и городские. Машины по 10 с утра уже могут стоять в одни. Некоторые, видать, как рекламу на телевидении сделают, так и, видать, стоят тут уже машины с утра. Попасть на приём к бабе Анне, так её называют, сложнее, чем на приём к губернатору. Известность пенсионерка заработала врачеванием и предвидением будущего. Говорят, что хорошо предсказывает, лечит. И вот мы решили тоже обратиться. Она предсказала, что у меня сын в армии был, он болел очень сильно, и что его комиссуют. И действительно, через два месяца он вернулся. Я была в апреле, в июне, вот он нынче вернулся. Мы его тоже как привезли полечить. Сама Анна Александровна утверждает, в ней говорит голос посторонней женщины. Чакилева называют её почтительно. Елизавета Ивановна. Лишнее не говорит, если человек потеряется, он тихонько ничего не говорит, только скажет. Он живой или мёртвый. Впервые Елизавета Ивановна подала голос лет 20 назад. В тот день Анна почувствовала себя неважно. Рано вернулась с работы домой и решила отдохнуть. Я на печку легла. Она согрелась вот. Легла, и она начала говорить. Я, говорит, якутка, начну с тобой говорить Елизавета Ивановна. А я, ну почему ты Елизавета Ивановна? Она ей говорит, ты молчи, я всё скажу. В первый момент Анна решила, сходит с ума. Или, может, это смерть пришла? Думаю, где она, мой муж? Я, ну, умру. Нет, не умрёшь. Сутки будем с тобой разговаривать, говорит. На работу больше не пойдёшь. А твой муж, говорит, дрова колет. Давай, вставай, пойдём, посмотрим. Пошли, там дрова колет. Правильно? Сразу правильно сказала. И говорит, я буду правду говорить. Анна, как и другие носители якутки, не сомневается. Это не просто голос, а живое существо. Как больные представляют себе якутку? В виде старичка, старушки, животных, например, лягушка, якутка-кральчиха, зайчиха. Всё это описано. Так сказать, кто во что гораст. Но, в общем, является то, что пациенты считают, что сущность эта как минимум враждебная зачастую по отношению к носителю так называемому якутки. Любопытный факт. Чаще всего якутка случается с жительницами северных областей России. Женщины в деревнях начинают икать, беспричинно плакать или смеяться, говорить чужими голосами. Местные психиатры даже фиксировали эти явления как нервно-психические эпидемии. Настолько массовыми они были. Больше всего случаев заболевания икоткой отмечено под Архангельском, в Мурманской области и в Пермском крае. В 70-е годы прошлого века об этом писал известный советский прозаик Фёдор Абрамов. Есть на севере, а точнее сказать, на Пинниге и на Мезине такая женская болезнь – икота, которая, правда, сейчас немного поутихла, а ещё совсем недавно редкую работную бабу не трепала. Найдёт, накатит на бедную и мутит, и ломает, и душит. И крик, и рёв на все голоса. Фёдор Абрамов из колена Авакумова. Впрочем, бывают и исключения. В те же 70-е в одном из уральских сёл икоткой заболели сразу четверо здоровых, крепких мужчин. Они, как мы сейчас называем, шабашили. Работали у хозяйки в деревне 4 недели. Эти мужчины услышали от жителей деревни слух, что их хозяйка, на которой они работают, ведьма. Во время дружеской попойки один из мужчин случайно проглотил муху. Последствия обычного происшествия оказались весьма неожиданными. Тут же он начинает говорить, что муха, которую он проглотил, она живёт в нём, она разговаривает его речью. И муху наслала злая хозяйка-колдунья. Через несколько часов остальные трое мужчин также заговорили разными голосами этой же мухи. Лечение расставило всё на места. Мужчин, значит, пролечили в условиях психиатрического стационара, выписали состояние, значит, ремиссии. Правда, традиционные методы помогают не всегда. Во время последней эпидемии якодки, снова в 70-е, пострадавших пытались лечить и лекарствами, и даже гипнозом. Бесполезно. Но выход всё-таки нашли. Переселили больных подальше от родных мест. Только оказавшись за сотни километров от дома, женщины перестали страдать от якодки. Можно в общем говорить о том, что речь идёт, конечно, о той или иной форме психоза. И традиционно считается, что наполнение фабулы психоза всегда зависит от того, о какой культуре, уровне образования, местности, этности идёт речь. Интересно, что районы, в которых распространена якодка, издревле называют погаными. Например, в грамотах князя Святослава 1137 года и в новгородских летописях. Эти места севера по древним верованиям населял мифический народ Чуть-Белоглазая. Он исчез, когда Урал как следует обжили славяне. Местные жители говорят, этот народ был волшебным. Что-то вроде эльфов в европейском фольклоре. Этнограф и исследователь русского севера Владимир Пименов считал, чуть не вымерла. Её потомки до сих пор живут в местных селениях. Неспроста здесь так много бабушек-знахарок. К одной из них Анна Чакилева часто заходила в гости. Ей мы помогали всегда. Всегда помогали. То дрова пилить, то кулать, то принеси воду. Мы устали, пришли обедать. Она пиво ставила. Пиво, говорит, у меня есть. Я вас напою, а мы же уставшие, нам надо пить. Анна ничего не заподозрила. Между тем, в этих местах ни одна женщина не примет из чужих рук ни воды, ни молока, ни пива. Особенно, если угощает пожилая женщина-знахарка. Если, допустим, я шаманка, я оселительница, не хочу дать своим детям свой дар, или у кого-то из свидетеля нет детей в роду, чтобы передать. Если нет такого, тогда выбирает кого-то из людей, из окружения. Иногда абсолютно незнакомых людей даже выбирает. Почему? Потому что если не передать свой вот этот дар, умирает очень мучительно. Анна Чакелева вспоминает. Именно после того угощения в ней и поселилась икотка. Ведь через несколько дней бабушка умерла. А Анна начала разговаривать чужим голосом и предвидеть будущее. Как обычно это передается? Это передается обязательно жидкость. Либо это вода, чай, пиво, алкоголь. В 1785 году епископ архангельский и холмогорский Вениамин упоминал икотку в своем послании Синоду. Он назвал ее особой формой порчи и одержимости злым духом. Епископ хотел обратить древний народ Чуть в христианство. Но все попытки священников выдавить язычество из северных деревень закончились неудачей. Борьба с икоткой тоже не увенчалась успехом. Я с ними, ну, со многими, скажем так, общался, вот, интересовался их состоянием. У них действительно это по-разному, вот, вот это состояние выражается. И у многих вот эти первые симптомы, когда у них появились, действительно можно сравнить с теми, которые описаны еще нашими вот этнографами, там, в 19 веке. Православные священники считают икотку бесовщиной. Так может быть, это и есть северный вариант одержимости? Что такое одержимость? Это подселение сущности в человека, которое замещает его личность. И человек тогда становится совершенно идум. Сидел Геннадий Петрович, а потом только бах, сидит вроде бы Геннадий Петрович, но тем не менее выражение его глаз, речь стали совсем другими. Но с точки зрения психиатрии и икотка, и одержимость – симптом болезни, называемый истерия. Или шизофреническое раздвоение личности. В целом они описывают приблизительно одно и то же самое явление, которое, ну, больше мне, как психиатру, ближе определение вариантов истерии, истерических психозов. В том числе, в которые включают в себя этнопсихозы и классическую истерию. Но шаманы, которым селяне доверяют куда больше, чем авторитетам медицины, уверяют. У икотницы Анны Чакилевой абсолютно здоровая психика. Хотя риск потерять рассудок у неё был. И немалый. Если не принять шаманство или сирительство, не принять, да, будет болеть психическим больным навсегда. У нас выбор. Либо вылечиваемся, принимаем сирительство, принимаем, вот, как это, экстрасенсорик, или как называется, да, вот, принимаем шаманство. Либо мы не принимаем, и духи нас вместят, духи за это нас наказывают, и мы становимся больными психическими. Односельчане к икотнице относятся с большим уважением. А то, что порой она говорит не своим голосом, их совсем не пугает. Наоборот, они даже рады, что в их селе поселилась икотка. Меня украли из дома этот, двигатель с машины. И это подсказал примерно, где можно. И кто были, приезжали, смотрели, хотели у тебя двигатель купить. А потом ночью, говорит, приходили, зашли, говорит, и это... Ну, я уже догадался после этого. И всё-таки врачи настаивают. Никаких чужих сущностей внутри икотников нет. Говорит за это существо сам больной, но при этом он, как правило, меняет свой голос. Волос становится неестественным, вычурным. И больной заявляет, что это говорит не он сам, а говорит за него, им говорит, через него говорит икотка. Но давайте посмотрим, как это выглядит. Сейчас вы увидите удивительные кадры. Существо, которое живет внутри Анны, заговорит с нами. А можно с Елизаветой Ивановной пообщаться? Елизавета Ивановна, вы до конца дней будете с Анной Александровной? Да, и мы умрем вместе. Я ещё молодая. А сколько вам лет? Мне трясусь. Обратите внимание, в тот момент, когда в ванне просыпается Елизавета Ивановна, женщина начинает говорить, словно бы на вдох, а не на выдох, как все обычные люди. Вы кто? Что за существо? Как вас назвать? Я как таракашка. Ноги как у таракана, только побольше. Ноги как у таракана, только побольше? Да. А вас увидеть можно? Или вы безликая? Меня никто не видит. Вы невидимая, да? Нет. Таких икоток, как вы, много в нашей стране? Много, но очень плохие. А я не ругаюсь, что не делать. Некоторые дерутся, а я нет. Я спокойная. А вот Елизавета Ивановна, откуда вы знаете о будущем, о том, где что потерялось, откуда вы знаете? А я вижу. Анна Чакилева ходит в церковь и благодарит Бога, что он подарил ей вторую сущность. Я очень плохо жила. Я очень плохо, так вот, видимо, дарила, чтобы у меня хоть лучше было. Духи в нас переселяются. Мы сами не имеем права выбирать. Селители или икотницы, они сами не выбирают. Духи выбирают их. Духи были и будут. И до религии было духи. Знающие – это на местном языке. Те самые бабушки-знахарки. Говорят, в последнее время они все чаще умирают в муках. Возможно, из-за того, что не хотят передавать свой дар другим, против их воли. Но Анна и ее Елизавета все-таки решили – дух никому не перейдет. Они умрут вместе. Помните, икота, икота, перейди на Федота, сведота на Якова, ну и так далее. Знаете, после этого материала невинная прибаутка приобрела для меня новый и довольно зловещий смысл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова